Минус два спутника на орбите Земли за эти выходные. Американский военно-метеорологический F-19 теперь в неуправляемом состоянии. В командовании космических сил США официально заявили о его потере. Но и о новейшей разработке японцев. Аппарат Хитоми, который должен был заняться изучением черных дыр, похоже, взорвался в воздухе и пополнил свалку космического мусора на околоземной орбите. В причинах неудач разбиралась моя коллега Дарья Козлова. Дарья, здравствуй, но вот расскажи, насколько ощутимы потери для Пентагона и для японского космического агентства. Но потери для Пентагона на самом деле больше имиджевые, потому что этот спутник новым был не только по сравнению с другими американскими спутниками в эксплуатации. А вот потеря японского спутника действительно стала ударом для научного сообщества. Кто первый в космосе? Вашингтон, Москва или, может быть, Пекин? Американских избирателей не волнует вот уже лет 40. Говорят о том, во сколько миллионов обошлась очередная авантюра Илона Маска. О том, кто получит больше контрактов Пентагона, SpaceX или Orbital Science. И, конечно, о миссии на Марс. Но вот как вопрос сугубо политический, космические прорывы или провалы американскую прессу и аналитиков не беспокоил, по крайней мере, до недавнего времени. Почему наши политики не замечают наших провалов в космической промышленности? Или, если замечают, почему не говорят? Ответ кроется в том, что мы настолько привыкли быть лидерами в космосе, что принимаем это как само собой разумеющееся. Мы предполагаем, что это все еще так, игнорируя доказательства обратного. Тогда зачем превращать этот вопрос в политический? Просто не волнуйтесь и будьте счастливы. Продолжение следует... 2014 года использовался для нужд Пентагона, чтобы следить за распределением влаги в атмосфере и прогнозировать возможность циклонов на время проведения военных операций. Причин неудачи чиновники, разумеется, не называют. Эксперты говорят, прорыв уже в том, что в военном командовании США официально признали сам факт потери спутника. То, что они объявили наконец о его потере, ну это достижение, потому что обычно американцы свои неудачи скрывают. И причина этой неудачи, тем более они будут скрывать, потому что работает. И, насколько мне известно, никогда они не публиковали результаты неудач. Ну, кроме как, если это касалось пилотирования программы, когда весь мир следил за итогами расследования. Ну вот неофициальных версий уже несколько. Первая и самая очевидная проблема с солнечными батареями возникла практически сразу же и большей частью благодаря репутации предыдущих спутников, изготовленных Локхит-Мартин. В 2015-м сторожил космического промо США спутник F-13 взорвался на орбите из-за неполадок с батареями. И в ходе расследования выяснилось, что аналогичные проблемы есть у всех, без исключения военных метеорологических спутников США. И они в ближайшем будущем могут стать причиной новых взрывов на орбите и новых неудач Пентагона. Достаточно часто встречающаяся проблема, вообще если говорить на том, что солнечные батареи – это раскладываемая конструкция. И при очень многих запусках не только у США, и у других странах, и у других космических аппаратов эта проблема возникает. Как правило, такую проблему пытаются решить маневрами, ну то есть, грубо говоря, при изменении, допустим, орбиты или при вращении, пытаясь вращать аппарат для того, чтобы раскрыть солнечные батареи. Но, насколько я знаю, там точно неизвестна причина, почему отказала система энергопитания у этого аппарата. Есть и другая версия. Спутник, так сказать, устал. Как выяснилось, так называемый новейший F-19 к запуску был готов еще в 1998 году. И вплоть до 2014 года ждал своего звездного часа в ангаре. Эксперты уверены, на работе систем такой простой вполне мог сказаться. Ведь в среднем срок работы подобных аппаратов 10-15 лет. Вот и получается, что F-19 вышел из строя через 18 лет после создания. Другой вопрос, почему на орбиту в 2014 вывели именно его? Обсуждают сейчас в США и то, как хранят спутники, и кто отвечает за их обслуживание. В очередной раз вспомнили и неудачу 2003 года. Тогда упал спутник НАСА стоимостью 240 миллионов долларов. Упал НАПЛ в ангаре, потому что техники позаимствовали несколько болтов и скреплений. Сказали, всего на пару дней. Не хватало, чтобы обслужить другой спутник. В итоге запуск пришлось отложить на год, а ремонт обошелся в 217 миллионов долларов. Гораздо больше разочарования в научном сообществе вызвало новость о проблемах с японским спутником Хитоми. Вот на него действительно возлагали большие надежды. Аналогов этого аппарата нет. Спутник оснащен мощными телескопами, которые используют несколько видов излучения. Его с лета этого года планировали использовать для изучения черных дыр, которые обладают сверхмощной гравитацией. Еще вчера в Японии заявляли, что попытаются спасти миссию и восстановить связь, но чуть позже стало известно. На околоземной орбите появилось пять новых обломков неизвестного происхождения. И, скорее всего, это части спутника Хитоми. Эта аппарата действительно создана для мониторинга Вселенной. Вселенной в рентгеновском диапазоне, которая должна была ответить на множество очень интересных вопросов о происхождении темной материи, черных дыр и ответы о прошлом Вселенной. И, конечно, для научного сообщества это огромная потеря, потому что на этот спутник возлагались огромные надежды с точки зрения понимания прошлого и будущего Вселенной. Что касается потерянного американского аппарата, то ему замену нашли быстро и без проблем. Вновь ввели в строй уже отработавший свое F-17. Так что на данный момент в распоряжении космических сил США осталось всего пять военных метеорологических спутников серии Flight. Все они уже отработали положенный срок и, по идее, должны в скором времени быть сняты с эксплуатации. Но заменить сейчас их просто нечем. Хаффингтон-Пост приводит неутешительную для американских военных статистику. 15 лет назад 75% всех спутников изготавливались в США. Сегодня менее 20. Говорят, нужно подождать еще лет 5, когда на орбиту можно будет выпустить новое поколение миниатюрных метеорологических спутников. Тогда всех старожилов и заменят. Но будет это в лучшем случае после 2020 года. А до этого Пентагону, видимо, придется обходиться тем, что есть. Мария, вот такая ситуация сейчас в американском спутникостроении. Спасибо большое. Это была моя коллега Дарья Козлова о последних разработках японцев и так называемых новейших спутниках американцев.